Здравствуйте! Это программа Суд Дела. Как сообщает правительственная российская газета, власти потеряли 22,5 миллиона трудоспособных россиян. И никто достоверно не знает, где они и чем занимаются. Они не зарегистрированы в системы сострахования, не платят взносы в пенсионный фонд. Если в ближайшее время они не объявятся, то на старости лет, по мнению газеты, рискуют остаться без пенсии. Этой проблеме было посвящено совещание под председательством вице-премьера Ольги Голодец. Эксперты считают, что в России есть регионы, где почти половина работоспособных жителей нигде не зарегистрированы признаки. Традиционно такая ситуация складывается в республиках Кавказа. Но встречаются похожие истории в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и даже в Центральном федеральном округе. Вице-премьер поставила задачу как минимум на треть снизить долю населения, не занятого в легальном секторе экономики, и вывести из тени как минимум 10% серой заработной платы. Таким образом, страховых взносов будет собираться на 311 миллиардов рублей больше. Какими именно методами будет решаться эта задача, Минтруд должен определить до 1 ноября. К этому сроку ведомству предстоит утвердить план мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений. На самом деле решить проблему будет непросто. Проблема эта в России системная. У нас люди в большинстве своем образованные. У них есть опыт работы на предприятиях, в организациях. Но нет спроса на их труд. Крупные предприятия оптимизируются. И люди, уйдя с них, попадают в неформальный сектор. Регистрироваться в качестве безработных бессмысленно. На пособия не проживешь. А крупные компании в последние годы новых людей не набирают. Малый бизнес развивается слабо. И россияне начинают подрабатывать. Клеить обои, копать огороды, бомбить на машинах. Очень немногие из них регистрируются индивидуальными предпринимателями. Большинству это не надо, так как у них нет стимула. На Западе малый бизнес обслуживает крупный. Там выгодно быть на свету. А чтобы изменить ситуацию у нас, надо создавать конкурентоспособную продукцию, ориентированную на максимально широкий рынок. Тогда будут и спрос, и предложения, и работа. Теневой рынок труда существует во всех странах. «Главное, чтобы это явление не носило катастрофического масштаба», считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Что касается 22 миллионов человек, нужно в первую очередь понять, что это за контингент. А чтобы решить задачу по выводу их зарплаты с тени, надо задаться вопросом, почему люди предпочитают там находиться. У нас значительная часть людей работает в незарегистрированном малом бизнесе из-за слишком высоких издержек, связанных с социальными платежами и налогами. Если их понизить, это может послужить стимулом для людей, занятых регулярным бизнесом. Минздрав даже предлагал ограничить доступ неплательщиков к медицинским услугам. Мы с вами говорили об этом в одной из программ. Но по понятным причинам от этой затеи отказались. Если качество медпомощи низкое, простимулировать людей платить за медстраховку невозможно. Как только вы начнете требовать деньги на нее, они встанут на учет как безработные, просто чтобы не платить. И официальная безработица в 800 тысяч человек превратится в многомиллионную. Готовы ли к этому наши службы занятости? Пенсия тоже не стимулирует людей вступать в легальные трудовые отношения. Потому что люди не понимают, что будет в будущем и предпочитают надеяться на себя. Сегодня всего 88,5 миллионов россиян зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования. Эффективный способ, который бы позволил легализовать тюрьмевую занятость, это уйти от наличного оборота денег. Тогда появится реальный рычаг контроля за работающим населением и источником получения денег. И легализация социальных платежей. Но есть много «но». Мы не готовы к этому технически, например. В деревнях нет банкоматов, терминалов. Мы не готовы к этому юридически. Дырявая налоговая система, в основе которой лежит вывернутый наизнанку бухгалтерский учет, не создает для предпринимателя стимулов к уплате налогов и честному ведению бизнеса. Используемые во всем мире механизмы легализации доходов у нас не работают. Тем временем Роструд продолжает контрольно-надзорную деятельность по легализации трудовых отношений. За 8 месяцев инспекторские проверки способствовали заключению более 130 тысяч трудовых договоров. Идем старым, проторенным путем. Всего в России в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрированы 88,5 миллионов. Это мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54. Из них 49 миллионов – это люди, подлежащие социальному страхованию. Взносы за них делают либо работодатели, либо они сами их отчисляют как самозанятые. 17 миллионов россиян – это студенты, инвалиды, люди, ухаживающие за пожилыми, военные, судьи. За них страховые взносы не платятся. В остатке 22,5 миллиона трудоспособных людей, не зафиксированных нигде. Самое интересное в этой истории – то, что пока нефть была дорогой, никого это у нас в стране не интересовало. А вот как начались проблемы, все сразу кинулись искать, с кого бы денег в бюджет получить, ну и в пенсионный фонд заодно. Это была программа «Суть дела». Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok